приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня на обзоре сегодня на обзоре вот такая вот интересная конструкция посмотрите по поближе повнимательнее это подставка и помазок от мужского материка от компании точнее мужской материк которую любой бритвоман уже знает компания зарекомендовала себя в общем-то все все про все знают подставка мне показалось удобная кто-то из наших товарищей сказал что вроде она слишком громоздкая кто-то нет но я не знаю по по мне очень красивая вот в этой подставке у нас собственно говоря и помазок от дмитрия руководителя компании мужской материк дмитрий спасибо привет огромный вот такой вот малыш малыш 20 миллиметровый в основании узла посмотрим набивку набивка на мой взгляд просто плотная лес густой и стало быть ручка ручка сделана из стабилизированного клена ручка довольно таки тяжелая но я имею ввиду сразу оговариваюсь из с этим помазком то есть если брать его размеры да то есть не небольшой лофт небольшая ручка то ручки тяжелая есть есть конечно другие более тяжелые и так далее дальше дальше подставку показали все ах да вот еще одну фишку я вчера вот делал вот так вот да вот на значит распаковки и но потом увидел что еще можно его и вот так как как меня получалось то вот так вот да и вот так вот можно вяжет по-разному я почему-то думал что только так вот почему-то оказывается еще вот сейчас покажу вот так вот запросто он может быть так и правильно я не знаю с такими подставками не общался но мне показалось красиво мне показалось довольно таки функционально и на полке будет все замечательно и эстетично стоять ну это на мой взгляд люди разные темы хороша наша тема влажного классического бритья что нет вот таких вот определенных знаменателей аксиом а всегда мы доказываем теоремы и всегда ищем всегда в поиске всегда в эксперименте и это прекрасно дальше дальше идет разорок game changer уже знаменитый ставший довольно таки популярным станком здесь габбрация 84 сейчас посмотрим я попытаюсь показать весь этот бандитский форс который я так горячо люблю если будет видно то вот здесь вот как раз вот на нижней плите он и присутствует 84 да я не сказал что станок куда я делал куда-то я делал уже уже куда-то отнес станок живет в кожаном чехле но куда-то я его делал ну ладно уже не буду искать сейчас дело не в чехле дело в самом станке есть еще 68 габ он остался как раз в этом кожаном чехле этот станок от андрея андрей привет и спасибо огромное от андрей из москвы в общем то всегда поддерживает канал всегда что-то присылает интересное что-то и там подарки все такое ну спасибо дальше ладно это показали я не помню я уже показывал старца вылет лезвие братцы идентичный но я думаю что фанаты уже все знают в общем-то разорок никогда не страдал не плата неправильным постановкой лезвия какими-то скосами какими-то неприятными ощущениями во время установки лезвия станок так дальше так этому показали а что думал что же мы не замочили зачем синтетику замачивать в станке станке решил браться поставить пол филлер наш горячо любимый лезвия хорошие отличные но есть небольшое такое отступление не со всеми станками все это про происходит хорошо но у меня пока сетчик с полсильвером не было что в мягких станках что в более агрессивных станках что в средних станках все прекрасно одно из моих любимых лезвий клапман пинаут авто шейф вот такое вот дело бутылка бутылка интересная вот этим джентльменом скажу сразу что очень большая линейка клапманов просто море на любой вкус я всегда это говорю и сейчас еще подчеркиваю на любой вкус на любой цвет на любой запах все вот пожалуйста хотите пейте хотите обливайтесь хотите мойте руки все возможно дальше дальше идет бриз была немножечко другая программа но так как я получил посылку от мужского материка дмитрия немножечко поменялось должен быть халк должен быть 3x а разорок то есть хотел сделать все разорок хочу попробовать мне обещали мне обещали вот в этом тюбике апельсин роман попробуй ты забудешь все на свете апельсин вау 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 если года апельсин не найду у меня летите вот за этого вот за эту большую сумму так ладно спокойно и взбивать могут а почему взбивать а помазок ты не окунул достаточно окунуть эту синтетику вот такую чашу сейчас я покажу прекрасный чашу мне понравился что это хендмейт то бишь ручная работа то есть все это роспись вручную было сделано и посмотрим на эту красоту ну я не знаю как у всех в общем-то руки разные да и по разлету пальцев и по объему и как угодно но мне вот удобно то есть вот для моей руки просто вот идеально так ладно мы это шутки в сторону и начинаем подготовку бритвенному процессу возьмем совсем немножечко вот так вот прям капельку и окунем я думаю что для этого помазка в общем ты вообще для бритья сегодняшнего этого будет достаточно ой ё-моё молодец вот всегда думаешь как бы поаккуратней теперь поняли почему не все вишеверы показывают вот такую чашу потому что все льется и пока пена не станет совершенно газ густого такого порядка то получается вот такие потекушки сейчас браться секундочку сейчас мы все это сделаем и все это проверим и прочувствуем я вот уже начинаю прочувствовать как вы видите как мне достала эта коробка как она мне мешает вот еще раз посмотрим синий помазок синие чаши отлично ну-ка ну какой-то вот цитрусовый но точно не лимон бывает знаете ярко выраженный такой лимон сразу бах вот лайм даже лайм да он такой вроде как сильнее такой пожёстче такой прям сразу бью щи до ярко выраженный как у нас любят нашим бритвене британном мире говорить чем вот какой-то такой слhalf ярко выраженный аромат не ярком а вот как какой синоним с точнее антоним к ярко выраженному только не ярком я пания нет никакая как выраженный то чтобы выражен аромат все братцы практически пена готова вот многие сейчас скажут да нет например преград и препятствий в данный чашек я имею вот эти пупырки продольные сечения бывают всяческие там скосы отклонения данного понимаете о чем говорю что о чем я говорю то что вот мешает как бы пене взбиваться дам на самом деле она создает трение и взбивается гораздо быстрее чем мы взбивали бы в таких вот чашек которые я сбиваю в которой гладкие просто глазури но есть одно отступление почему такой длинный монолог вот крема типа бриз и вообще по барабану вот совсем пофиг там есть пупырки есть препятствие есть продольные или там вертикальные какие там сечения ничего ему не страшно ничего ему просто берете вот и все смотрите другое дело что вот не всегда напрягает знаете что то что затягиваешь взбивательный процесс на это уходит слишком много времени зачастую я не добиваю пену то есть ей можно бриться но такого как хотелось бы вот такой консистенции который вот мне бы хотелось иногда ну бывают такие моменты что не происходит этого бритвенного счастья поэтому я наверное спрашиваю спрашиваю нас всех тебя в том числе нужно ли вот это вот долгое взбитие может быть оставлять это за кадром то есть начи начало да и финал что получилось на другой стороны есть у нас такие товарищи которые очень привередливые очень внимательные и очень такие придирчивые начинает писать это не то мыло ты взбивал это не тот крем и вообще-то поменял коробку поменял тюбик и взбил вместо там бриза что-то другое так такие разы бывали я это проходил вот я и хотел ох ты смотрите с такой капли я браться вот этим бриза 2 уже использовал там и по-моему больше 56 не знаю сколько 22 просто в десятку вот здесь апельсин сейчас посмотрим вообще апельсин всем нравится да кто-то любит апельсин кто-то курицу кто-то еще что-то но апельсины как бы вот ну вот я бы не сказал что чистый апельсин апельсин еще какая-то душка вот явно проснул просматривается вот такой сладковатый слегка подчеркиваю слегка потому как говоришь сладковатый все это там мы сладкое не любим это девчонки пускай сладким нет именно такая сластинка небольшая но все вроде посмотрите еще раз мы просто уже убегает и вылетает и вот что получается и все это интересно но я думаю что уже там еще какие-то пару пузырей кто обратил внимание ну да ладно все уже и так я затягиваю мне это жутко не нравится когда затягиваешь и куда у меня ну конечно конечно моя любимая желтая палатинца так ладно поехали все уже надоед а вроде добилась она знаете такая так я называю мокрые скользкая она не приклеивать так особенно да вот и потом подсыхать начинает а вот такие вот ну я не знаю конечно камера передаст или нет скорее всего нет но бритвоман и понимает о чем я говорю вот такой вот скажем серединка то есть еще не алебастр но то есть уже еще не сметана то есть что-то между сметаны там алебастром вот такая скорее всего ближе похоже на вот чуть погуще чем йогурт есть понятно тут слова подбираешь подбираешь и так все видно да на экране тут я себе для себя сделал открытие по поводу бриза серьезно скажу помазок довольно таки удобный то есть вот я сейчас вообще забыл про помазок а когда такое происходит когда ты забываешь про сказать про скольжение я бы просто по себе знаю про помазок значит все вот она он в руке удобно лежит но единственное что я скажу это от себя чисто мое я люблю конечно побольше диаметр узла это двадцать восемь тридцать ну двадцать шесть это уж так вот да но вот можно ли его отнести к travel вариант спокойно он маленький но он такой увесистый довольно-таки если кого это не смущает пожалуйста но как практика показывает наши бритвоманы они уже приходят к тому мнению многие уже пришли к нему многие только подключаются что и в поездке нужно испытывать кайф кайф от влажного классического бритья поэтому в travel вариант берут совершенно не travel вариантные скажем вещи помазки до большие но то что нам всем так горячо любима то что нам хочется то что нам нравится как говорит паши танк то что мы любим это правильно я считаю это правильное решение потому что ну не надо брать то что вот не жалко то что выбросить я уже об этом говорил еще раз подчеркнул помазок еще раз говорю он упругий густо набитый все прекрасно ну и единственное что я уже сказал то что он не побольше вот так еще контроля сделаем что все было красиво и весело а нам весело и красиво там просто замечательно но все не буду я немножечко на не жидковато получилось но кто-то даже в этом видит плюс чтоб потом не добавлять воды посмотрите по пене все легло все отлично три слоя 8 10 15 мнений не терпится таймер я не поставил я даже не знаю сколько я уже болтаю наверное минут 10 мне кажется может быть 8 ладно таймер не поставил будем не будем особенно ускоряться будем получать кайф поехали почему я поставил 84 а не 68 плиту братцы я люблю по агрессивнее хотелось по агрессивнее начать а потом посмотрим потом может быть 68 посмотрим какой-нибудь какой-нибудь знаете что какой-нибудь 68 что-то мне подсказывает где-то вот так вот надо в таком ключе работать пока я помолчу ничего не могу сказать и не скажу сейчас надо все это дело прочувствовать то что по первым по первым совершенно прочтение даже можно сказать по нулевому очень и очень комфортно вот есть такой слов комфортно да она как бы подразумевает и то и другое 5 10 каждый подразумевает что-то свое но я имею ввиду под словом комфортно это нет ярко выраженной агрессии агрессии неоправданной агрессии сумасшедшие сдирающие все что вот не попадя я не виду эпидермис эпителии страдает и ну все что с этим связано пока очень очень приятно очень тяжелый станок просто так вот отпускаешь он идет но все равно все равно я говорю от себя и может быть кого-то пытаюсь убедить сам того не под как сказать них них не хотят но получается так что я как бы настаиваю на том что надо давить братцы поймите меня верно я говорю так как считаю я нужным как считаете вы и это уже другой совершенно вопрос вы попробовали давить вам вам это не подходит вас это не устраивает все отложили давить до отставить давить будем просто вот под собственными весом вот тогда слегка контролируя станок потому что у всех техника стиль бритья индивидуально как бы мне что не говорит ну вот сверху вниз там встречными поперечными и обратную все нормально замечательно каждый так не каждый у каждого карта роста волос своя определенная и всех равнять под одну гребенку нельзя кто-то может совсем вот так вот раз сюда один раз пройтись добривку сделать против роста волос и все а у кого-то будет до взрыв на прыщавой фабрике и все раздражение неприятное ощущение кому это надо так что я говорю вы слушайте но не берите это как за аксиому если роман пастухов сказал что надо именно так вы попробуете давите на стану кожу вот позволяет выдерживает вы получаете кайф пожалуйста давить их эти вон с гири вот сюда привести и давить еще если нет только едва касаясь может быть вообще в один проход там сверху вниз или там и подбревочек какая-то все больше ничего не надо я забыл за этим делом еще прочувствовать глубину момента вы сейчас будете смеяться очень мягко бреет мягко вообще водишь и получаешь удовольствие получаешь кайф не станок сейчас не заставляет меня следить за техникой до контролировать боятся боязнь пореза и шаг в сторону шаг вправо расстрел тот просто вот ведешь как вот тебе хочется но естественно понятно в разумных пределах да где-то придерживая где-то останавливая но очень мягкая комфортная великолепный сейчас бритье по первому опять таки проходу ну просто прелесть существует такое у некоторых товарищей наших мнение что роману пастухову что не дай в руки ему все нравится неправда вот совершенно не так я уже об этом говорил и хочу еще раз подчеркнуть я пытаюсь из даже тех предметов которые мне нравятся тех бритвенных станков тех лезвий тех скажем по москов которые мне не очень то есть я может быть и не стал бы ими бриться если бы не обзоры попытаться сделать кайфовое бритье это очень важно я считаю что это одна из главных задач вид шевера не показать а бритва ну да ну и все а попытаться если не получается до сказать о минусах но если получается даже с моей любимой там гречо любимый рапир я имею до станок лорда если получается кайфовое видео почему нет но стараться в любом случае нужно а вот я против роста пошел вот заговариваешься ну вот так лучше иногда хочется почувствовать но опасаешься нормально все нормально поэтому учить особенно не будем стараемся делать действительно кайфовое бритье ноги из тех вот предметов которые я сейчас обозреваю мне не надо стараться все кайфово я надеюсь я понятно здесь есть потому что иногда скажешь не знаешь донеслась мысль по со скоростью 1 космической через интернет потом часть про что вы имели ввиду роман почему вы пытаясь вот объяснить что имею ввиду посмотрите по первому проходу естественно ну куда без этого без добривок почему я не иду по классике совсем по классике я иногда так бреюсь но сейчас расскажу что я имею ввиду первый проход сверху вниз второй проход уж совсем если по классике это вот в диагональ да вот такими движениями и потом уже против роста волос я почему не делаю этот промежуточный вариант именно диагональный потому что на подбрифки у меня идет и диагональ и полудиагональ и все что угодно поэтому я считаю проход совершенно ненужный ну во всяком случае в той последовательности последовательности бритья который использую я я считаю совершенно не нужен этот подготовительный считается ли что то есть сначала я пойду такими косыми а потом все равно на подбивке и опять косыми пойду смысл ну а как то так это как бы вот отвечаем на то что иногда задается иногда в личном общении я имею ввиду контакт facebook ну что там еще у нас есть сейчас она обратно я всегда ее браться жду эту обратку которую потому что так сказать первый проход он в общем-то и в африке первый проход обычно все ведет нормально если уж совсем лезвие не фигня и в станок не на свалке найдены да тогда первый проход он как бы плюс-минус нормально проходит а вот второй второй против роста волос тут уже своя песня своя интересная кинематография и аудиозаписи да все что мы можем посмотреть на славным добрым youtube пространстве ну вот так больно классно апельсин особенно не вижу где-то вот что-то вы помните как это мало дрыскали нам во всем рассказали истина где-то рядом так у нас во влажном классическом истины где-то рядом посмотрим так сейчас кто не бритый кому щетина позволяет от быстренько танки в зубы авто шейх наперевес и вперед посмотрит понимаешь как он там бреется вперед в ванную в ванную практически практически все близко к нулю 0 где-то рядом как он приятно браться бреет чтоб меня сначала запугивали 84 там такое такая агрессия такая агрессия такой агрессивный станок нифига вот по чистоте до сбивания да может быть он работает как раз вот как агрессивный но послушайте эту песню влажного классического вот такие вот такая мелодия мне очень нравится она просто греет слух греет душу ну классно но замечательно вот куда лучше вот это очень кайфовый станок просто и он и бреет ну здесь конечно сейчас вы послушаете да слышите да но здесь вот такое дело тут так с кондачка не решишь это вопрос обрет приятного есть такое да вот как вот у нас комфортные слова приятному бритью применимые мне очень нравится просто действительно вот брешься и получаешь кайф пена замечательная нет у меня никаких отрицательных эмоций я вообще братцы для себя действительно этот бриз вот просто открыл сколько я ходил мимо бриза думал но это такое что-то непотребное в общем-то и достойная обзора и товарищи написали роман попробую роман попробуем раскусили мы распробовали разнюхали ну я всегда доверяю на проверять потому что для кого-то прораза не прораза для кого-то разорок не разорок а для кого-то и симпсоны не симпсоны то есть всегда надо другими словами проверять ну думаю ладно фиг с вами фиг с ними и попробовал все замечательно просто отлично мало того что он красивый тяжелый так он еще тут такой массу удовольствия доставляет это были вполне серьезно не пытаясь найти скажем в плохом станке какие-то преимущества а вот я говорю как есть серьезно по моему по мне видно когда я пытаюсь из дать сделать конфетку ну вроде там ничего мой бриться можно но немножко цепляет если сделать так то будет хорошо а если придумать лучшую пену а если лучший станок это сразу видно то есть я пытаюсь искать действительно какие-то положительные стороны здесь даже их искать не надо он весь из положительных 68 еще не пробовал вот он лежит рядом там не буду уж копаться можно попробовать но 84 просто удалец молодец никаких претензий абсолютно красив тяжелый элегантен прекрасен с бандитским форсом на нижней плите одно смотрите опять таки все прекрасно сказка не ожидал я хотя много слышал хороших слов положительных отзывов о game changer и канадском станке но не думал что прям так сейчас если в комментариях напишите роман что лучше роквелл или game changer я не могу сказать я прям вот под завис вот на данном этапе я просто очень доволен очень этим столком просто можно за две минуты так вот сразу против роста опять задает вопрос романа может и не 33 минуты бриться три минуты могу могу даже наверное 200 хорошенько постараться но отвечая на вопрос я не вижу смысла правда можно по бриться и за две минуты за три потренироваться и за полторы но вопрос нафига где кайф где прочувствовать момент где вот это вот наша прекрасная планета вкб ощутить ее леса фонтаны ледники водопады где это все нет так что нет конечно один раз выпендриться можно да там я брелись за минуту предположим назвать видео вау хайп там вау все такое как-то бомба бомбическое бритье раз за минуту побрился все показал всем секундомер ли что там у нас есть круто да ну на один раз больше я бы не захотел я вообще не вижу смысла вот этого гонки это уже не влажное классическое бритье с нашей прекрасной планеты вы как бы получается олимпиада какая-то она надо я думаю нет просто шикарно практически добривать ничего слышите уже там попадается где-то вот так через ради тут какой точек зацепляет и все здесь все чисто класс обалдеть не ожидал андрей спасибо большое это правда это просто шикарно эмоции по переполняю до интерес не одному только так нравится это game changer именно 84 подчеркиваешься 8 еще не пробовал или всем кто пробовал а я даже даже наверное а даже наверное и нам лица не надо вот чуть-чуть по подмочим репутацию канала вот таким образом и просто добрее все я насчет по скольжение не знаем скользит рукой так вот сделал мокрый все сразу походу чтобы не затягивать видео всегда затягивается но надо об этом говорить крем мне нравится чтобы мне не писали там это роман это все дешманское это все там 95 я считаю это вообще по завышенную цену там можно по всеми стоять и это все дешевые возьми такое-то возьмите мне нравится очень хотите делаете я был очень приятно удивлен что российские товарищи сделали приличный крем как сейчас можно выражаться респект уважуха да или что-то в этом духе серьезно мне очень приятно не всегда приятно на бок рада дать сделать кто-то от кого-то содрал возможно кто-то там бутылки до от разорог или что-то еще но то что нет нет да появится что-то путное именно российского производства это приятно но что же все начало там артизан валу там у них крем вану там да конечно мы все любим там прораза там ну все да вот и приличный маст-маркет в общем-то европы дамы силен но хотелось чтобы свое было и когда свое то получи получается так вот раскидывать немножечко пробивается сквозь асфальт тогда это вдвойне приятно уголки тут тут немного здесь немного здесь немного здесь 0 а но это не совсем очень все удобно вот здесь особенно вот эти вот которые места всем нравится и все и контрольный и контрольный и контрольный и контрольный все класс ну вот здесь чуть-чуть просто тоже надо не совсем не видно это уже на ощупь классно всегда вот скажешь все и вот здесь узнаете где не видно остается какая там полоска или как они загогулина все великолепно замечательно слов нет ну что по москву помазок рабочий помазок тяжелый цветовая гамма представлена на собственно говоря сайте можно посмотреть там по моему красные зеленые синие и серые и белые то есть вот таких именно расцвет просто на вкус и цвет это мне под этот козябрик мне понравился серьезно говорю вот просто на полке шикарно выглядит уже пробовал станок великолепен лезет меня в сегодня видимо все сошлось я не знаю сейчас кажется вот опять роман пустого все хватит но если мне понравилось я даже сегодня никаких минусов не нашел нигде все это дело clubman как хорошо какой же спирт как приятно но спирт всегда приятно если вы высоком развести до знаете так еще раз вы знаете наверно даже про ароматы сейчас не буду говорить просто настолько много и на любой вкус я что советую как точнее как советую как делаю я потому что сказал нам совет и чё нам советчики и серьезно я говорю как я делаю вот чтобы понять более-менее по первым так вот один несознательный вид шевер грязани по первому прочтению заходим на сайт спускаемся ниже то вот когда вот увидим такой флакон да здесь описание идет есть еще характеристики там три пункта и смотрим и смотрим какие там составляющие что идет в первый момент идет там например line или идет там скажем какие-то дубовые ноты вот это надо смотреть и уже по первому прочтению вы уже приблизительно представляете для себя что вы будете покупать да конечно может быть не на сто процентов это будете делать как я делаю если мне нравится скажем лаймовские такие вот лимонные да вот ярко выраженные я их не смотрю то есть опускаю смотрю там мускус там смотрю дубовый мох смотрю там еще какие-то составляющие скажем коньячные все если они входят в ингредиенты то есть ингредиенты входят в данный лосьон все уже можно брать потому что плюс-минус он должен должен понравить понравится то есть вот такое дело и как бы вот есть такой своим я делюсь не знаю кто так делать тут не делает это любовь с первого взгляда вот одни из моих любимей шахлей хотя было опаской конечно да на всякий случай что-то положил братцы сегодня все удалось бриз великолепен чаша нормальный но опять подчеркиваю она наверное вот эта чаша для таких кремов как как бриз или как прораза они который быстро сбивается им им не нужны вот эти пупырки не нужны там какие-то до возвышения там и так далее просто взял их и все может быть твердые мыло там что-то вроде табак немецкого да вот таких может быть будет проблематично сбивать вы все равно собьете его но кисть натренируете пальцы будут как такие здорово здоровенные там что с чем сравнивать сосисками а это нам надо это нам не надо ну в общем то и все братцы еще раз огромное спасибо дмитрию еще раз огромное спасибо андрею из москвы но в общем то спасибо мне за чашу бриз лези и автошейф а вам братцы я желаю бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч